Снежок Что это такое? Мартовские коты? Снежок Ты чё какой весь побитый, алё? Ты чё какой весь побитый? Совсем не снежок Всем привет Я Катя Сегодня воскресенье У нас есть план съездить в магазины, прикупиться по бытовой химии Так что сегодня будет обзор того, что мы купим Сегодня воскресенье, хотелось подольше тоже поспать, так же, как и вчера Но не получилось, разбудила кошка Кошечка у нас из приюта, ей уже, ну и вот сколько мы здесь живем, столько и ей Ей уже пятый год, а может быть даже пять Мы ее взяли молодой кошечкой И, ну как сказать, мы переехали в дом, да, и были мышки кругом И что-то так было страшно спать, когда кругом мыши В общем, взяли мамуську, она оказалась хорошей мышеловкой Вот, и тем не менее, она сразу от лотка отучилась, максимально, прям сразу, быстро И она ходит на улицу, да, по своим делам Сегодня она меня разбудила, мяу-мяу Как есть такой мультик, мяу-мяу, котики вперед Ну, а она тоже сам мяу-мяу к двери Вот, ну, в общем, я здесь, я по своим делам По нашим коровим делам Дальше мы поедем в магазин Ну, наверное, скорее всего, всей семьей Ну, потому что, ну, как всегда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смотрите, какая золотистая картошечка получается Сейчас я ее буду почаще мешать И она у меня будет вся такая золотистая Не люблю, когда картошка больно сильно там пригоревшая С поджарками сильными Нам не стоит так делать, потому что дети маленькие В общем, вчера Сережа в паре купил, смотрите, какой большой кусок мяса Еще остался Я картошку еще жарю с мясом Такой большой кусок Он вышел где-то на 300 с чем-то рублей Вот То есть цена по 219 Окорок свиной без кости охлажденный А вышел на 321 рубль Сейчас еще и картошки не едим И тут и на плов хватит Короче говоря, сейчас я уберу Так, по поводу сковородки Видите, у нас уже такая старенькая сковородка Такое ощущение, как будто она очень долго нам служит, да? Но на самом деле это не так Вот покупали сковородку, он тоже стоил дорого Но почему-то она вот испортилась И у нас появилась идея Так как в спаре Сейчас разберем вот такие буклетики Да? Смотрите Здесь с коллекцией посуды От Фантигнат Фирма, что ли В общем, смотрите Собираете наклеечки Так вот Собираете наклеечки Так, вот у нас уже тут есть наклеечки Вот Выбирайте, что вам интересно Да? Вот тут, например, есть гриль прямоугольный То есть 8 наклеек Собираете, да? И вам она получается по 9500 В общем Нам нужна новая сковородка Сейчас я ее найду А где она? Вот здесь Вот здесь вот Видите, объем это 24 см И 8 наклейков Это она 1300 А здесь вот такая вот Такая же В принципе, только 28 см диаметром Вот тоже сюда сейчас вклеим Вот эти вот наклеечки Да? Вот они у меня И съездить надо посмотреть Есть ли такая сковородка в наличии Если есть, то вот она у нас выйдет За 2000 рублей Съездим, купим и покажем Купил Сережа сковородку Только не ту, которую я вам показывала Идет по акции С наклейками А другую Смотрите, какую Агроменную Сейчас мы будем с вами ее распаковывать Единственное, что вот Открыли, да? Но внутри еще мы даже не видели Что такое Так, название оно Вок называется Вок Диаметр 32 см Цельник у нее Сковородка Ну, сковородка Да Диаметр у нее идет 32 см Сейчас мы все увидим Вау Вау Вау, как все запаковано Ух ты Ничего себе Ничего себе Вау Такая огромная Ой, какая тяжелая крышка Сынок Вот это, да Ну-ка вот сюда положим Чтобы она Ох, какая большая Вот это вот Так она даже вообще Как казан какая-то Большая Вау Так это не сковородка Это Вок Да, это Вок Это не сковородка Да Я вообще не разбираюсь В никаких названиях Вау, какая классная Смотрите Так, тут и на керамическую Можно плите готовить На электрическую На газу И Что это такое А даже на спиральчатую Что ли на этой Индукционную Да Вау, какая красота Ну Вот Мне кажется Крышка вообще Тяжелее даже Чем это Вок Тут все так качественно сделано Так все классно Вон все подкручено Все именное Вот теперь крути Теперь мы поготовим Да, Максим Вот так вот Давай Уберем упаковку Сейчас, сыночка Вот так крутяк Стоит? Сколько, Сережа, стоит? С восьми наклейками Две семьсот девяносто девять Две восемьсот, короче Две восемьсот Вместе с наклейками? Восемь наклейкой Две восемьсот Ага Восемь наклейкой Две восемьсот В общем, другое Мы все взяли Что хотели Точнее, не я, Сережа Смотрите, какая красота Вообще красота Так Еще я вам сегодня говорила Утром, что Значит, да Бытовую химию Мне нужно немножко было закупить Вот Сережа мне Купил Вот этот вернель Большой По сто семьдесят рублей Он очень ароматный Этот вернель Очень классный Вот название Пионный белый чай Знаете, какая вкуснятина Вообще После него белье такое Прям Нежный Нежный Вот из всей сирии верны На первом месте У меня вот этот запах Даже детский Уступает Так Вот у детей Закончил шампунь К Сереже Вот им выбрал Такой гипоаллергенный Умка Вот Дальше вот Максим Дальше вот Лизоньку Или Максимку Подмыть Вот хороший такой Крем мыло Да, Максим Крем мыло Ушастый нянь Он вообще классный После него потом Руки такие мягкие Особенно сейчас Вот ветреная погода И мыть вообще классно Да, Максим? А это пергаментная бумага Максим Будем печь На пергаментной бумаге Папке я заказала Чего-нибудь напечем Так Вот у меня закончился Гель для душа Ну да, конечно Ну, всегда как-то Хорошая, в принципе Фирма Вот Ну, как обычный Пахнет он всегда По-стандартному Если не ошибаюсь Я Да, да Всегда пахнет Стандартный как-то Ну Дальше для душа Вот у меня закончилось Теперь у меня будет И шампунь Вот второй раз Мне Сережа купил Вот я всегда Хоть говорю Что Вот этот Лепетель Масле Он хоть и маленький Шампунь Ну так Во-первых Он пахнет Дальше вкусно Гранатом Что-ли Да, гранатом Его прям чуть-чуть Капните И знаете Прям на всю голову Так пенится 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 Потом смываешь Никакого Ни бальзама Вообще ничего не надо Потом к моим волосам Вообще так идеально Подходит Вообще классный Вот красный До этого Сережа покупал Hand on shoulders Большую упаковку У меня вообще После hand on shoulders Все волосы Как торчат Я не знаю Как прути какие-то Ну вот это вот Очень классное Пахнет так Вообще Удобно Что без бальзама А то купим Купи Вот да Шампунь Потом еще бальзам И все это пока Намажешь Пока там Туда-сюда Так Ну и все Что тут По мелочи Там мыло Вот фруты Няня ребятишка Сережа купил Мыло вот такое Хвойное В принципе Я сначала подумала Ну что Сережа Такое хвойное Мыло вонючее купил А знаете Вот по идее Я ловлю себя На мысли Что вот такое Даже ментовым Пахнет Каким-то Вот такое Мыло вонючее Оно очень хорошо После того Как придешь От коровы Намоешь руки Оно прям Пахнет чем-то А обычное мыло Вот современное Как бы оно там Не пахло Из упаковки Ну там Парфюм Все дела Приходишь после коровы Раз помыл руки Запах коровий Опять помоешь Опять запах коровий А вот такое вот Обычное натуральное мыло Оно еще бывает Земляничное Вроде бы И банное Вот они сразу Как-то отбивают запах На этот хвой Наверное тоже Будет нормально И мыльца хорошо И мыльца она хорошо Да В общем Короче Теперь мы будем мыться Да Все у нас тут есть Все на месте А то Сегодня И я уже вспомнила Что у меня нет Шампуня И мылась уже Добывалась Детским шампунем Голову Ну что сказать Вот так и живем Будем опробовать Новую свою технику Да То есть урок Будем готовить Он очень огромный На всю нашу семью И хватит даже Еще и для гостей Ну что Всего доброго Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пока-пока